Дуров Созвище «Дед» было всегда. Дед, дед, дед. А при этом великий трагический артист. Вот этот фантастический монолог «Братья Алёша», от которого мы его десятки раз слушали и смотрели. И десятки раз такая оторопь наступала, потому что он очень исканен в этом. Видите, есть артисты, которые, они сами персонажи, вот Дуров персонаж. В нашем театре шел спектакль «С приветом, Дон Кихот». Но когда говорите, в нашем театре вы... В театре школы современной пьесы, я имею в виду. Дуров, естественно, основное место работы – театр на Малой Броне. Но в вашем театре он с момента, по-моему, основания. Да, да, да. Он там провел 50 лет, наверное. Но, тем не менее, 25 лет нашего театра – это тоже четверть века с Дуровым. И он с самого начала. Да, он сыграл вторую или третью премьеру театра. Спектакль назывался «Все будет хорошо, как вы хотели». Он его играл с Ирочкой Алферовой. Она вся красавица, она вся легкая, воздушная. Он весь такой крепкий, азартный. Мы этот спектакль тоже провезли там и по Америке, и по Израилю, и по Европе. И здесь он бесконечно шел. Потом я даже фильм снял телевизионный. Есть, к счастью, есть и видно, как он там играет. А то есть это телеспектакль просто? Да, это снят спектакль? Нет, но я когда снимал свои спектакли, я их всегда снимал… С поправкой на телеверсию. Да, да, да. Это отдельная съемка. Мы снимали это совершенно как такой телевизионный фильм. Он… 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 Я стал говорить о том, что он сам… Он играл Льва Толстого в спектакле «Месяц лет». Замечательно играл Толстого в портретном гриме. И при этом вот я вижу, что… Я не знал, я не был знаком с Толстым. Но вот через Дурова я знаком с Толстым. Я понимаю, вот Толстой такой. Он вот так уходил из Ясной Поляны, он вот так разговаривал, вот так с женой, вот так с крестьянкой, вот так с этим самым… Забыл, как его фамилия, которая издавала его сочинение. Ага, да, да. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».